добрый день павел добрый вопиющее просто видео как задерживают сотрудники полиции депутата действующего депутата и самое главное что они применяют силу и особо даже не объясняет в чего они хотели то вот так я и не понял может быть поясните зрителям что от вас хотели эти вот люди форме и один я так понял даже которые удостоверение он даже был штатском ну они собственно и не объясняли ничего то есть в момент когда закончился процесс общения с провокатором меня просто уволокли то есть вместо того чтобы задержать того кто фактически осуществлял грабеж что уголовно наказуемые деяния открытое хищение чужого имущества вместо это схватили меня когда я собственно звал полицию чтобы задержали вообще но хороший показатель разложения наших правоохранительных органов и в принципе то есть но вот человек который пришел вот по примеру дяди стёпы защищать граждан от преступников у него в голову не придет такая последовательность деятельность действий вот если это ну в общем само по себе характерный пример а с точки зрения технической но вот когда поволокли я тоже задал вопрос собственно чтобы что происходит что вы делаете никаких ответов никаких объяснений ничего не было хотя по закону обязаны мы все знаем да подойти представиться назвать звание должность объяснить причину обращения в случае если планируется производить задержание то соответственно дополнительно к вышеописанным сведениям обязаны объяснить причину задержания то есть если считают что я допустим нарушил какой-то там закон то обязаны объяснить какой закон да и собственно по какой причине в условиях этого предполагаемого нарушения закона необходимо задержание да то есть ну либо доставления в случае если там необходимо составить протокол вот все это само по себе не при не предполагает в принципе применение физической силы то есть применение физической силы она предусмотрена в узко ограниченном перечне случаев то есть если человек там категорически отказывается там после неоднократных требований предупреждений и при этом обстановка не допускает продолжение диалога на месте да или создали имеется общественная опасность там при чек ножом размахивает на улице да да то есть то тогда есть основания для применения физической силы здесь никаких законных оснований для применения физической силы разумеется не было ну и собственно дальше был диалог который в принципе на записи везде попал который был входа в машину потому что там у них заминка произошла также быстро как тащили забросить в машину не получалось а форму на формулировку присаживайте отвечал что в законе такой формулировки нету да объясните собственно что вы хотите и у них ступор потому что они вышли за рамки там я не могу просто кого-то силком волокон тащить а знание закона просто в принципе нету это в принципе ну практически любой кто сталкивался с любым более-менее юридическим вопросом при общении с полицией понимает что полиция законов не знает вообще то есть любой студент троечник первого курса любого юридического института почти всегда даст 100 очков форы любому сотруднику полиции это ну достаточно печальная история это результат того какое отношение руководство полицейского то есть никаких требований чтобы сотрудники знали законы нет вот чтобы они были послушными да там строгие требования а с точки зрения знания законодательства через сотрудник полиции не знающий законов работу с высокой степени вероятности не потеряет сотрудник полиции не выполняющий даже незаконные приказы с высокой степени от работ потеряет на что за требования законные требования тогда что они имели ввиду но так в этом мы и уперлись до когда подошел вот этот представитель управления внутренних дел по западному округу и сказал что вот про 19.3 коапа это статья про невыполнение законных требований сотрудников полиции говорю я собственно проект и сказал что это за невыполнение законных требований законного требования одного не было озвучено и потом уже со скрежетом с трудом видимо вспоминая какие-то обрывки остаточные знаний выдавили про доставление опять же доставление для чего совершается для оформления протокола так они в отделе протокол административного правонарушения так и не справились а что произошло то в этом отделе в отдел мы приехали это университетский отдел полиции мгу у нас один из редких вузов который имеет собственный отдел полиции а там в отделе полиции никто вообще не знал кто мы такие зачем нас сюда привезли вот пока эти вот кто были форме они не не 2 полпа потом а и я думаю что скорее с западного округа у нас же кроме 2 опер полка который в подчинении гвд города еще подобные подразделения меньшего численного состава еще есть в каждом окружном управлении внутренних дел мы потом удивляемся почему не хватает сотрудников полиции чтобы не предотвращать трагедии типа как казани даже все сотрудники полиции занимаются чем угодно кроме обеспечения порядка вот они занимаются вот такой дуростью и бездельем но тоже пользы именно общество от этого никакой не там сколько человек 6 я видел ну в общем не двое подошли и предложили пройти ну да там хватили толщили там просто какая-то такая была свора вокруг зачем просто непонятно это тем более вы говорите когда доставили ничего не составляли они составили протоколы доставления и задержания вот причем вот игры сотрудник в полиции местного отдела которых заставили все оформлять они сами не знали чем писать туда потому что и собственно мои вопросы они ответить были не в состоянии потом когда приехал рашкин депутат госдумы туда за задавать вопросы человек который там должен был заниматься составлением протоколов тоже не мог ответить ни на один вопрос что происходит послал обратно в дежурку в общем там такой веселый пинг-понг был потому что они они все здесь ну понятно что не догадывались что происходит и что вообще от них требуется потому что в центре отдела полиции которые вовлечены в конверпы фальсификации административных дел в отношении административно задержанных у них хотя бы какой-то опыт этих фальсификации есть а у простых сотрудников отделов которые реже вовлечены в этот процесс у них нет навыков фальсификации административных дел им немножко это делать сложнее даже когда поступает приказ от начальства все собственно у них этот процесс завертелся хоть в какую-то сторону поставок приехали собственно те кто были на мероприятии и тот же самый замначальнику в дезао вот они видимо им рассказали что им нужно писать вот точно такая же там история была с этими несчастными понятыми из охранников мгу которых притащили они очень сильно удивлялись когда их начали на видео записывать ну я наверно не буду сейчас раскрывать детали по поводу того какие то у нас вопросы по истории с понятыми совсем я думаю что пусть это лучше будет для нашей полиции сюрпризом в суде нежели они из ролика об этом узнают ну в общем знание законов там тоже не пахло при составлении а вот эти ребята которые там кричали и ворвали микровон на них был составлен какой-то протокол ну здесь какая особенность вот этого про провокатора собственно который осуществил хищение его ну при мне его не задержали потом говорят что все таки куда-то полицию увела на одном из кадров он совершенно спокойно мирно стоит рядом с полицейским автобусом рядом с ним один сотрудник полиции они о чем-то совершенно расслаблено беседуют и но это и это в момент когда там уже кучу других людей позадерживали там силком волокут в автобусы вот человек который совершил ну вот на мероприятии самое тяжкое скажем так правонарушение даже если соглашаться с их квалификации про то что там что они там подозревают каких-то там злодейских незаконных мероприятиях но у вас человек совершил уголовное преступление у вас на глазах ну вы казалось бы должны но к нему более строгие меры применить нет он у вас стоит на солнышке греется по крайней мере его там 8 человек не запихивает да нет он он вообще стоит стоит то есть он может взять развернуться убежать вообще без всяких сложностей никто за рукой даже не держит он просто стоит рядом с сотрудником полиции трепляться о чем-то и собственно в отделе полиции я его не видел то есть нас всех привезли туда а он за все это время там не появлялся мы достаточно долго ждали пока там ребят оформят все да то есть за все это время он там не появлялся куда его делить как его прикрывали отмазывали ну тоже в общем вопрос ну по отношению к вам как вы считаете это был прямой приказ чтобы задержите этого человека ну случайность такие не происходит там тем более если смотрели там мне меня когда вот вели от места где схватили там в спину майор подталкил там он же мне там загибал голову когда засовывал автобус да ну собственно обычно люди уровня майора в самодеятельность меньше играют то есть это спущено сверху и вполне себе внятная разнарядка с чем связанная спровоцирована это вот этими фокусами судя по поведению провока полиции в отношении провокаторов действия жестко координировались и заранее согласовывались кто какие роли играет поэтому здесь разделять что это разные группы провокаторов в погонах и без я бы не стал то есть это одна и та же группа провокаторов под единым руководством с единой координации это мое абсолютно твердое убеждение вот поэтому здесь по распределению ролей внутри этой группы я могу только догадываться но у меня ощущение что это вещь но вполне сознательная и более того когда вот вы там собственно нашим товарищам вменялись выкрики там что-то про путина никто же не скандировал скандировали провокаторы и когда наши ребята подходили говорили заберите провокаторов которые вот занимаются скандирование провокации полиция отворачивалась уходила а потом эти же действия вменяли нашим задержанным товарищем красота правда замечательно так это что связано с выборной кампанией нарастание истерии понятно что выдал оппозиционный депутаты яркие выступления мозгур думе можно найти в интернете но по-моему сейчас так закручивают греки в отношении многих ярких лидеров это связано с выборами уже в госдуму или какие-то другие ну да выборы в госдуму и катализатор то есть закручивание гаек она началась естественно чуть чуть раньше я думаю все эти события наблюдали в общем казалось бы разумные для простых граждан что нельзя там травить собственных сограждан и избивать их дубинками ну для наших власти они кажутся что это что-то сомнительное а давайте попробуем может быть выгорит вот то есть эти процессы начались раньше а госдума это катализатор потому что рейтинги партии власти просели и очень сильно просели кроме тяжелой экономической ситуации очень сильно ударило абсолютно неадекватные действия вокруг к вида да когда здравоохранением не занимались от слова совсем вместо этого арендовали мегамоллы якобы под размещение к видных больных где никто никого не разместил а при этом коммерсанты получили просто гигантские барыши на этом совершенно непонятной истории когда я весной прошлого года требовал раздавать бесплатно маски и перчатки в общественном транспорте они про это только через несколько месяцев сообразили что нужно этим заняться только вместо чтобы раздавать они начали людей штрафовать за то что их у них нет и продавать по цене в десятки раз выше себестоимости при том что напомню у нас мэрия москвы крупнейшего производителя медицинских масок купила еще в феврале прошлого года то есть за два месяца до всех коронавирусных ограничений опять же если вы знаете ну так вы людей хотя бы предупредить это получается что деньги делать вы начинаете за задолго до этого а при этом людям помогать не хотите ну тогда увольняйтесь из мэрии занимайтесь своим маленьким дешевтом ну если вы решили пойти в бизнес но уходить из госслужбы может быть прохожего с улицы взять и то талантливее получится как минимум сразу не сориентируется где столько воровать а когда сориентируется может на новую поменяем вот такие слова то вас и не любит